Чтобы позаботиться о своей планете, многие становятся на путь разумного потребления. Вы знали о том, что большинство предметов, летящих в ведро под раковиной, это не мусор, а вторсырье, которое в дальнейшем могут повторно переработать? Марта Андрейченко – эксперт в этом вопросе. Говорит, когда переехали в дом в Немчиновке, задумалась, что же делать с большим количеством мусора и так увлеклась, что даже стала проводить акции. Многие думают, что это ужасно сложно, но на самом деле это довольно легко. Необходимо просто завести два ведра. В моем случае у меня нашлось два таких икеевских контейнера, тряпичных, а не для обуви. И в один из них у меня отправляется вторсырье. Здесь даже нет пакета, насколько вы видите, потому что оно чистое и сухое. Сюда даже не нужен пакет. И вот этот контейнер, он для мусора, то есть для того, что я отправлю на полигон. Здесь есть пакет из пакетов неперерабатываемых пакетов. И вот, как вы видите, вот такое количество мусора у меня скопилось за месяц у нашей семьи из трех человек. Это то, что мы отнесем на мусор. Обычно у нас меньше. Вся тара, которую отдадут на переработку, моется и компактно складывается. Так она не займет много места в контейнере. А вот пищевые отходы Марта относит в компостную яму. Они с единомышленниками даже придумали слоган «Сегодня ты кормишь компост, завтра компост кормит тебя». Если бы мы жили в квартире, то мы бы либо установили диспоузер, измельчитель под раковину, который измельчает пищевые отходы. Это реально у нас делать. Либо можно было бы поставить такой ящик, небольшой домашний компостер. И тоже это потом подкормка для цветов. На переработку можно сдать тетропак, металл, стекло, макулатуру и пластик. Кстати, последний имеет семь видов, и не все они подлежат переработке. Чтобы понять, какой вид перед вами, посмотрите на маркировку. Сейчас существуют даже волонтерские проекты, у которых две цели – и мир очистить и помочь людям. Один из таких добрые крышечки. Это потрясающий проект, который может существовать в 109 регионах России. Они собирают крышечки от пластиковых бутылок. Вот такие вот крышечки. Здесь маркировка, там, если вы посмотрите на донышки в треугольнике, маркировка 2. Бывает написано HDPE, 2 HDPE. Так вот, вот эти крышечки, они собирают, отправляют их к заготовителю, и на собранные вырученные средства они покупают какое-то оборудование для больных детей. Правильная утилизация и сортировка отходов способны решить множество экологических и финансовых задач. Так давайте делать это вместе. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.